ребята всем привет сегодня начинается с этого ролика начинается монтаж застойчивость системе системы гриоми или грома не знаю кто на немецком умеет читать можете посмотреть сейчас мы с вами пойдем вешать крюки вот такие вот толщина крюка 9 миллиметров почти сантиметр вот очень мощные мощнее вообще ничего не встречал и не работал эти крюки будут первыми вот и конечно же отзыв мы свой оставим о них но судя по их толщине очень мощные крюки вот завернута они это видимо оцинкованная сталь вот и обернута в медную рубашку так вот есть у нее два клямера чтобы желоб зажимать пойдем ставить и все увидим производство этих крюков не скажу не знаю это по моему не играми или грома буду звать грома вот поэтому точно сказать не смогу вам вот видно не в таких вот пачках по 10 штук а вот здесь какая-то наклейка есть ранен хак хотя не уверен что это так он называется во всяком случае я в этом ролике в конце напишу вам как они называются во всяком случае если вы будут вопрос где взять этого досточную систему медленно крюки все остальное что в коробке я вам сейчас не покажу вы увидите в следующем ролике во всяком случае если вы будете ходить заказывать себе эти этой фирмы заточную систему звоните владимиру шестер вот здесь вот будет телефон его и в описании тоже и через него вы можете заказать себе медный желоба и комплектующие к нему все пойдемте ставить наши крюки мы сделали фрезой выбрали 9 миллиметров с катя с шагом через 60 60 давайте покажу по центра 60 сантиметров выставили повесили крайний крюк повесили там крайний крюк у нас разуклонка получается будет вот здесь здесь эти два крюка мы выставили в уровень это верхняя . и сейчас мы натянем веревочку дальше уже все покажем так тянем веревочку будем тянуть ее по середине крюка и и и и натягиваем ее хорошо чтобы она нигде не провисла фиксируем и вот ребят увидите увидели в таймлапсе как мы быстро проставили последние два крюка покажем на видео с нюансами с такими которые еще наверно вы никогда не видели и не делали то есть подставляем крюк подметку нитку здесь самое важное движение это карандашом пометить пометили кстати эти крюки потому что они толстые вам нужен алексей чтобы гнуть эти крюки ну что тяжело подставляем смотрим чуть-чуть правка небольшая она немножечко разогнуть делать все ударом все отлично теперь наносим пауэритановый клей ну или герметик вы спросите зачем что это за ношу с такое нам это подсказал владимир шестлер кто это такой вы многие уже знаете есть ролики на канале про книги где-нибудь вот здесь вот вы сейчас ссылка на это и в описании будет вот мы думали что это ну тоже такое себе решение и один крюк установили возле воронки и он мешал потому рамку поставить вот и пришлось снимать один крюк так вот самореза выкрутили а крюк не снимается пришлось воспользоваться монтировкой чтобы снять ее то есть это усиливает живо наклеечка он усиливает склеивает доску с крюком и очень так надежно а вот интересный такой метод потом на это имеется опять же становится сверху герметик полиуретановый и сверху еще пластина ставится это прямо если вот вы хотите чтобы вообще было прям это на 200 на 300 но мы это делать не будем мы у нас все равно будет силовая планка здесь стоять вы потом увидите это все а вот мы крепим саморезы здесь возле крюка славы при панке вот такой вот лайфхак делаем колбаску вставляем крюк крюк он под ним размазывается на всю площадь и крепим самый центр отверстий чтобы крюк не сместился вот как то вот так вот повесили мы их и сейчас мы будем в этих ключах делать дополнительные дырки потому что на многих крюках центр попал между досок и на двух саморезах но это не есть хорошо поэтому сейчас еще будем дополнительные дырки сверлить и еще дополнительно прокручивать используемые саморезы торакс такие могу пачку показать сейчас алексей веревочку снимет вот вот такими вот крепим хорошие стать саморезом и проверяли на других саморезах обычно там оцинкованных геодированных закручивали крюк так вот такой же маркировкой вот они у нас 4 на 35 вот и те саморезы которые были обычные вот мы убрали крюк ну силы конечно но выдирали этот же с этими саморезами мы крюк не смогли выдрать это так сейчас мы будем это все усиливать дополнительными саморезами алексей сверлит дополнительные дырки отверстие видите попал саморез прямо между досок на сделать дополнительную дырку отверстие вот сейчас просверлим потом прозинкуем и путем дополнительный саморез и почти в каждый каждый крюк вот как-то так и зенкуем эти отверстия закручиваем туда дополнительные саморезы получается у нас 4 самореза в каждом крюке и так ребят поставили крюки вот из основных что вы должны знать что эти крюки очень мощные я мощнее не видел вот это 9 миллиметров толщина до рассказал в начале а вот чтобы гнуть эти крюки надо один такой мощный как алексей человек или два таких как я чтобы смочь его согнуть у нас один есть плюс что его не надо было гнуть сильно вот говорят даже слухи доходит что такой вот крюкогиб как у нас фруингов он даже ломается вот этот момент по поводу герметика полиуретанова он скрепляет сам костыль и обрешетку дополнительно и я сказал выше что очень хорошо скрепляет вот соответственно потому что силовая планка будет которая будет только также еще дополнительно возле крюка крепится это вы потом в будущих роликах увидите а вот ну и как то так в этом ролике в принципе увидели все что я еще забыл сказать ну сказал что мы весь дом прошли обязательно гидро уровнем чтобы понимать если тут погрешность в обрешетке здесь в этом доме на этом доме погрешность буквально 3 миллиметра вот что очень хорошо вот и принципе все фрезуем ставим крюки по краям в верхней точке возле воронок да хотя видим подтягиваем нитку мы натянули одну по той просто причине что у нас сразу же здесь да я видно здесь сразу же на скажем так на краю обрешетки становится крык если бы у нас сказал было был более пологий вот и пришлось бы допустим выдвигать костыль на какой-то промежуток то мы бы тянули бы две нитки одну по центру одну мы здесь тянули бы чтобы выдвигать и точно он стоял на своем месте но так как у нас обрешетка здесь ровная все по ниточке сделано она у нас и служила в принципе как второй ниткой все как-то так вроде все понятно у нас на канале есть ролики по поводу водосточной системы и аквасистем есть подробно есть про желоб галика и есть про аримский желоб вот теперь наша коллекция попался еще и восточный желоб грома да не знаю точно грома не грома но пошло все в одной партии вот и назовем это грома скажем так потому что крюки я точно не знаю это громовские не но если что есть я узнаю и напишу вам где-нибудь вот здесь это что это за крюки и в описании тоже а также желоба все на этом все сейчас мы пойдем вешать воронку вот но это вы увидите в следующем ролике все всем пока спасибо за просмотр до встречи